МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вот это вот, Евангелие от Иоанна, первая глава, седьмой стих. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Но на самом деле у меня много, конечно, стихов, которые тоже мне нравятся. Но вот именно свидетельство, через свидетельство все приходят. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я пришел к Богу вообще в 13 лет. Пришел в церковь, меня привел друг, мы начали ходить. Это была церковь, тоже протестантская, естественно. Мы начали ходить с ним вместе. Там был приют, получается, в общем, был детский приют для малоимущих детей, для каких-то вот таких семей. Вот так как мой друг, я тоже был не совсем в такой хорошей семье. Вот, у меня родители пили, я живу с бабушкой. Вот, и мы начали ходить в эту церковь. То есть там женщина одна помогала, там Наталья Станиславовна помогала детям, помогала всем. Ну, какое-то время мы походили, какой-то походили. Потом, в общем, я ушел оттуда опять. Опять куда-то в какие-то непонятные системы там влился. В общем, в плохую компанию я попал. Начал пить, начал курить. И получилось так, что мы ограбили там человека. И попал я в тюрьму. Просидел в тюрьме некоторое время. Два с половиной года отсидел в тюрьме. Но мне на самом деле вот так казалось, что вот в тюрьму меня посадили не просто так даже на самом деле. Потому что если бы я дальше остался на свободе, неизвестно, что бы вообще произошло со мной сейчас. Ну, мне кажется, что это Бог даже на самом деле так вот усмотрел для меня, что мне надо было в тюрьму сесть, чтобы меня здесь ничего не погубило. Вышел я когда в десятом году, строился на работу, строился поваром, работал. Все хорошо. Начал ходить в церковь, опять же. Проходил какое-то время в церковь. Ну, и потом опять у меня что-то понеслось не так. Вот что-то не то, не то. Многочисленные разы я пытался вернуться, но как-то не получалось у меня. И, в общем, опять я, опять влился в ту же систему и опять попал в тюрьму. Опять отсидел. Уже следующий срок, я уже когда освободился, уже все, я понял, что уже хватит. Уже надо прекратить с этим делом. Я какое-то время даже пробыл, ну, нормально, как бы, в миру я. Где-то около года я не пил, не курил, не употреблял ничего. Вот, потом я начал пить опять. Получилось так, мне лишили прав, тоже я водил в недрезвом виде машину. Лишили прав, и мне дали условный срок, сейчас он тоже вот мне идет. Вот, и я начал опять пить, начал сильно пить в последнее время. И уже все, я уже позвонил и осознанно принял решение, что так уже дальше жить нельзя. У меня мама ходила тоже в протестантскую церковь. У меня бабушка туда ходила. Видимо, от бабушки она узнала тоже. И вот бабушка ее привела туда. Еще давно очень, там вот в Гачине церковь. Я тоже пришел туда, вот именно почему-то я пришел туда. Ну, я сам ходил тоже туда, вот и церковь на Варшавском вокзале. Я пришел тоже туда и попросил отправить меня куда-то в центр. Пришел к пастору, он позвонил, естественно, вот сюда, пастор Сергея, и они меня забрали сюда. Собака! Я еще смотрел, на самом деле, на других людей, которых я тоже знаю давно в Гачине, как они, ну, тоже, в принципе, тоже так же жили сначала, вот так же, непонятно, то сюда, то туда. А сейчас я просто смотрел на них, как они сейчас живут, ну, что они на улицах, они там отмораживают себе ноги, ну, вообще они, ну, просто непотребным виде вот в таком. И я понял, что я так не хочу жить. Работаю дворником, занимаюсь, всем занимаюсь, всем, что можно заниматься. Так, повар готовлю здесь периодически. Видите, я обычно готовлю супы, провожу, когда какие-то праздники или что-то, тоже, естественно, я помогаю, когда бывает такая возможность. Кошара, тоже мне помогает. Сейчас готовим суп макароновый, ну, в общем, с вермишелью, так сказать, вермишелевый. Ну, так как вермишеля нет, мы готовим с макаронами. Я учился именно профессионально, да, я работал в ресторане. А так у меня лет 5, наверное, стажа где-то по кондитерской линии, правда, не получается у меня особо так редко. Пирожки максимум, а вот именно по блюдам каким-то, по холодным закускам, по горячим блюдам нормально вообще. Можно даже экономно сделать очень, так, ну, продуктивно, на самом деле. У нас приезжало очень много людей, вообще очень много, там, тогда вот на день рождения пастыра, там, примерно, ну, я не знаю, человек 40, наверное, приезжало. Там и пастыра другие приезжали, то есть, мы готовили шашлыки, ну, я сам мариновал мясо, и картофель айдахо я готовил, и там, овощи какие-то, ну, в общем, все, вот, все наелись, еще все осталось. Там, буквально, там, в небольшую сумму, в общем, мы уложились. Бывает, говорят, давай помогу, нет, я говорю, не надо, мне помогать, я сам лучше сделаю, ну, спокойно. А когда начинает кто-то, ну, вот, даже всегда на кухне, сколько раз в ресторане где-то, лучше всегда, вот, свободный прям плацдарм, чтобы все еще. Я потом и сам все уберу, и сам все сделаю, ну. Борщи вообще люблю. Сейчас вообще все очень, вот, я когда даже приехал, у меня все по-другому изменилось. Я сразу бросил сигареты курить вообще даже, ну, непринужденно, вот, как и не курил как будто никогда. Когда сразу мне ничего не хочется, никаких употреблять наркотиков, ни алкоголя, ничего, вот, меня полностью вот переменило. Я съездил сейчас, мы съездили на конференцию репцентров, вот, не так давно мы ездили с пастором в Геленджик. Ну, вообще, то есть, очень классно на море там все, ну. И на конференции я тоже, на самом деле, меня коснулся Бог, меня коснулось так вот слово очень сильно, что я должен служить. Я именно, ну, хочу дальше служить меня, вот, внутри у меня огонь загорелся. Я хочу ездить на библиеку, ездить на конференции на какие-то, ну, вот, посещать такие интересные какие-то события. Вот, занимаюсь сейчас, занялся служением именно, вот, трансляции прямые, вот, веду трансляции, там, выкладываю группы. Ну, у меня ВК группа, создал я группу, то есть, в нашей церкви приглашение я создаю в церковь, то есть, на воскресные служения, на молитвенные какие-то служения. Вот, именно вот этим вот занимаюсь сейчас. Так, ну, что, табуретки, стулья расставить нужно. Мне недавно буквально было свидетельство, я ездил в Гатчину, у меня подруга заболела. Ну, заболел, или ребенок заболел, то есть, получается, ребенок заболел, и она мне звонит, говорит, вот она температура, а я ее звал в церковь. Температура очень сильная, я говорю, да пройдется, я говорю, ну, помолись, ну, она неверующая вообще человек. Я начал молиться, и буквально на следующее день она мне позвонила и говорит, температуры нет, представляешь, вообще. Я говорю, слава Богу, вообще, вот я говорю, тебе надо, говорю, прийти в церковь. Аллилуйя, Господь, Отец наш Небесный, благодарим Тебя сегодня за эти дары, Господь, за эту пищу, что Ты нам посылаешь ее на сегодняшний день, на все дни, Господи, освети эту пищу и очисти, Господь. Дай ее принять с благодарением, с благодарными сердцами. Во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. 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 И там у меня есть, конечно. Я вообще, ну, хочу именно учиться, учиться дальше, и хочу учиться на пастора. Но я могу сказать, что нужно, во-первых, нужно прийти осмысленно, прийти осмысленно к Богу, и, ну, без всякого сожаления какого-то, ну, нужно отпустить все, что там осталось позади. Вот некоторые люди, они думают, что вот позади что-то осталось у них, там их тянет это туда, какие-то старые там, ну, может быть, да, они чувствуют, что это то вот ветхое, оно лучше у них. То есть оно у них, то есть они знают это. А то, что впереди, они не знают, ну, и поэтому они не хотят идти вперед. Вот просто стоят на месте и все. А я вот думаю по-другому, что это все нужно оставить позади. Все, что у них там их тянет. И идти просто вперед, на самом деле, за Иисусом. Приходить в церковь, слушать, слышать Слово, чтобы оно входило в их сердца, открывать сердца, открывать двери свои, вот, как сказать, в сердце. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова